Сегодняшний семинар Я предлагаю посвятить опять кризису оснований На этот раз кризис оснований Такой замечательной нутки, как математика Мы все время занимаемся тем, что обсуждаем То, что всякие нутки находятся в ситуации кризиса Мы очень много семинаров просветили тому, что в кризисе находится временная физика Мы стоим на пороге новой научной революции в физическом знании Вы будете смеяться, но с математикой очень похоже дело на то же самое Что тоже очень странно Но, тем не менее, это именно так Сегодня мы попытаемся поговорить об одной из забавных математических штучек Так называемой аксиомой выбора В рамках аксиоматики Цернелла-Фенкеля в теории множеств Значит, каким образом на сегодняшний день выглядит математика По крайней мере, как мне это делается Можно сказать, что у нас существует всего лишь Нет математики как единой цельной науки Она состоит из трех между собой очень слабо развитых связных сегментов Самый большой сегмент – это вся современная математика Это математический анализ, это теория ГУП, это дифференциальная геометрия Она вся лежит у нас отдельным куском И, может быть, я ее плохо знаю Но такое ощущение, что она представляет из собой некое монолитное целое Между которых нет разрывов и переходов Есть наука прямо противоположная Которая вся полностью обособлена от всей остальной науки абсолютно Это, как ни странно, школьная геометрия или геометрия Эвклида Все эти доказательства с помощью циркуля линейки Все эти великолепные теоремы, типа теоремы ЧЭВ и всякие прочие вещи Но все вот эти способы доказательства, если вы туда посмотрите и увидите Что она ни в коем случае не связана со остальной математикой практически никак Странное такое утверждение Ну а как она между собой связана? Вот, например, аксиоматика, что через точку можно привести только одну прямую параллельную данные Интересная штука, интересная Если мы знаем, что такое Декартовые координаты Если у нас заданы координаты, то это утверждение доказывается в одну строчку Точно так же, как мы только переходим к Декартовым координатам Мы тут же забываем про всякие теоремы ЧЭВ и всякое прочее Начинаем работать с геометрией как с некой аналитической дисциплиной В этом смысле она является членом вот этой той самой большой математики Вообще, сам механизм введения Декартовых координат, насколько я понимаю, уже подразумевает все эти аксиомы об отношениях точек и прямых На самом деле совершенно не ясно Ну откуда вот эта все планометрия, почему два угла треугольника, доказательства равенства треугольника, всякие вот эти вещи Казалось бы, это действительно кусок прекрасный, геометрический кусок, который лежит обособленно от всей остальной науки математики как таковой Я всегда, когда говорю, помните, о концептуальном завершении физики, возможно, все так было Говорил про некую концептуальную дисциплину, которая полностью завершена Это была прочная геометрия Фрида Вот она завершена В ней никаких новых открытий нету, давно нету И не может быть Вот, ее логика, вот она такая странная логика Доказательства равенства треугольников Так кто же занимается этим в самой современной математике? Да никто не занимается И так далее Как только появились декартовые координаты и все прочее То эта наука стала совсем, как бы математика стала другой наукой И вот этот странный и прекрасный Например, раздел в кидовой планиметрии, вершиной которой является теоремой Челы Он, как бы, оказывается лежащим обособленным, у него несколько поодры, обсествами математической науки Посередине между ними является третий определенный кусок Это так называемая Кантерова теория множеств С одной стороны, существуют программы, когда мы пытаемся всю математику перевести на язык теорию множеств Некоторые считали, что это невозможно Среди таких, считавших, что это невозможно, был Андрей Панкре Другие считали, что это так и надо действовать С языка теории множеств мы можем построить все здание современной математики Я так понимаю, именно такой проект существовал в основе проекта Балбаки Где язык теории множеств, некий новый модернизированный язык На основании которого мы пытались построить всю математику заново Снова, строго и зависимо Тем не менее, значит, в этом самой дисциплине Сейчас я просто, Саша, многие хищники, может быть, не знаю Я просто хочу сказать, что Бурбаки Это псевдоним группы ведущих французских математиков Которые где-то в годах 70-х, 20-х века Решили изложить максимально строго всю математику Да, на основании языка теории множеств Почти как Бурбаки Никола Бурбаки Удалось именно это счет? Я не знаю Никак-то не интересовался, кроме того, что он у нас сохранился в памяти Что были такие математики Нет, это не говоря сейчас Я читал в своем время статью Арнольда Когда он показывал, что российские математики, то есть русские, несовременно выше любых французских Он ему задавался вопрос А как же Бурбаки? Он говорит, Бурбаки это такой странный объект Да, привет, сталантливые студенты Потом они уходят в Бурбаки Вышел Никто из них никогда не слышит Он говорит, что это вот такой странный объект В этом смысле Поэтому они ничего не знают, неизвестны Их новых результатов они, как бы говоря, не имеют Значит, что такое теория множества? Ничего не можно сказать Значит, мы сегодня будем говорить о такой забавной вещи Как парадокс Банна-Хатарского и аксиома Бурбака Значит, первое, что бросается в глаза, что в основании лежит некое понятие множества Множество, ну просто некоторое совокупнение с объектом Любое? Да, очень странно Является ли множеством, пустое множество, то есть если у вас нет ни одного варианта А является множеством? Как вы считаете? Поскольку в пустое множество нет ни одного элемента Следовательно, значит, у нас оказывается, что пустое множество, но одно единственное И это чрезвычайно интересно Почему это чрезвычайно интересно? Ну, во-первых, тоже есть некое странное утверждение Которое не кажется мне, например, очевидным Я тоже предлагаю каждому потом будет по этому поводу высказаться Почему пустое множество является подмножеством каждого множества? Ну, типа потому, что у них там как бы нулевой элемент, да? Да, все равно странно, но ведь оно же не просто пустота, она же пустота в кого-то Ну, кстати, в смысле, это как бы пустое множество, как подмножество, да? Это не нулевой элемент в каком-то Да Потому что, что такое нулевой элемент? Это очень важно понимать, что пустое множество это не нулевой элемент Это клеммы, которые фактически используются в вабелевых группах. То есть единицы вабелевых группах часто называются нулем, потому что там все монтативно и говорят о сложении часто, а не о умножении. Но как бы ноль в вабелевых группах, естественно, это вполне нормальный совершенно элемент, а не какое-то пустое множество. Да, это абелевые группы, это группы, в которых существуют возможности симметричной перестановки. То есть А умножить на Б, В на Б умножить на А. Вот это абелевые группы. Пожалуйста, это сказать есть. Ну ладно. Ну это вот так. Я просто хочу это сказать. Следующая. Вот такая штука. И это как бы тоже очень нетривиально, почему пустое множество является подмножеством всякого множества. Кроме того, смотрите, как интересно получается. Посмотрим множество всех летающих кокодилов. Как мы знаем, кокодилы налетают. Поэтому это множество эквивалентно, казалось, к пустое множество. Посмотрим множество мартышек-математиков. Нет, мартышек-шахматистов. Мартышки в шахматы не играют. Да, мартышки не занимаются. Поправился. Математиками мартышки не занимаются. Математика вещь такая вселенская. Почему мартышками не заниматься? А в шахматы не играют. Поэтому это вроде тоже пустое множество. Особо следует забавный вывод, что количество летающих кокодилов равно общему количеству мартышек-шахматистов. И куча всего остального. Множество-то одно. И куча этого. Это чрезвычайно интересно. Я думаю, что это должно приводить к целому ряду красивых парадоксов, о которых, по всей видимости, я не знаю. Об этом я ничего не лечу. Нет, но когда мы говорим о количестве, мы тут же попадаем в образ цифр. Цифра-то 0 и 1. Ну да. Но здесь не о количестве говорим, здесь говорим. Как бы это все-таки пустой элемент. Летающих кокодилов это как бы пустое множество. И там пустое множество. Мы пытаемся сравнить, понимаем, что это одно и то же. Что они эквивалентны. Летающих кокодилов эквивалентны мартышками-шахматистами. Это чрезвычайно не тревел. Только это слишком сказано множество. На каждый раз множество элементов. Да, это тоже ваше замечание, что множество их как бы эквивалентны, их множество. А сами, конечно, мартышки-шахматисты не эквивалентны крокодилам. В никаком случае. Это вот тоже забавная, значит, эта вещь. Теперь, значит, хочется обсудить с народом, значит, такую вещь, как аксиома Лудова. Было, наверное, кто-нибудь другой когда-нибудь об этом расскажет, теперь множество было попыткой предпринятой ее аксиоматизации, то есть записать ее в форму неких аксиом. Эту систему записали как аксиоматика Цернела Френкеля. Что значит аксиоматика Цернела Френкеля? Это означает следующую забавную вещь. Что у нас есть некоторые аксиомы, и все они кажутся чрезвычайно очевидными. Ну, например, существует же аксиома. Самый существует аксиома пустого множества, которым мы говорим. Что это такое? Это означает, что существует некое множество А. Такое, что для любого... Существует некое множество А. Такое, что для любого Б следует, что Б не является подможеством А. То есть какое бы мы Б множество не взяли, сколько бы Вселенных не было, она никогда не будет являться подмножеством А. Это определено. Так еще существует А, такое, что для любого Б... Любого Б следует, что... А Б не дала? Нет, любое Б, просто любое. Любое множество Б во всей Вселенной. И мартышек, и крокодилов, и все, что угодно. Такое, что Б не является подмножеством А. Так, сейчас существует А, такое, что для любого Б... Да. Б не является... А как, если Б вообще любое, ты говоришь? Что нет такого Б, который влиялся по множеством А. Нет такого Б. Утверждение. А что значит для любого-то? Существует А, любое Б какое-то не возьми, сколько ты не возьмешь Б, оно всегда у тебя не будет являться подмножеством А. Интересно. Это что, это как? Это А, следует от этого, что является нулевой или... Ну, да. Ну. Это вот такая штука. Я просто вам пытаюсь говорить, как эти вещи, проговариваемые языками, записываются на языке аксиоматики Цермила Фрэнкеля. Теперь попытаемся обсудить следующую вещь. Так называемую аксиому выбора. Иногда аксиоматику Цермила Фрэнкеля, ввиду неочевидности вот этой аксиомы выбора, называют аксиоматикой Цермила Фрэнкеля с аксиомой выбора. Что такое, значит, аксиома выбора? Это означает, что у тебя есть некоторая свободность множества. И из каждого множества ты можешь взять по одному элементу. И этих элементов образовать целое новое множество. Кажется, очевидно, да? У тебя есть много коробок. Ты из каждой коробки чмок берешь какое-то множество. И, значит, оказывается таким образом, что образуешь новое множество. Из каждой коробки у тебя лежали, например, ну как там в одном ученике пишут, в коробке лежат правая и левая туфля и шнурки отдельно. То есть ты из одного можешь левый взять, из другого правый, из третьего шнурки и их таких до бесконечности. Это все было бы чудесно совершенно образом, но множество проблем их состоит, что бывают бесконечными. Множество же бывают бесконечными. И теперь из этого множества надо чего-то дело выбрать. В чем состоит одна из забавных особенностей? Что если у вас есть аксиома Френкеля, то у вас аксиома выбора в аксиоматике Цернелла Френкеля, то у вас, оказывается, например, существуют неизмеримые по Лебегу множество. Напомним, что такое является как бы интегрирование по Римману и что такое является интегрирование по Лебегу. Значит, интегрирование по Лебегу. Это когда у вас, грубо говоря, есть некоторая функция. Вы ставите ее, вот эти иксы здесь, вот сюда как бы так рисуете, и начинаете строить вот такие как бы прямоугольники. Один снизу, а другой сверху. Вот даже вот так лучше нарисовать. Наверное, не видно будет, но это так ясно. И когда у вас вот этот кусочек между ним, между верхним и нижним участком у нас оказываются пронебрежимы маленькими, то в конце концов, мы вот когда вот этот маленький ДХ стремим как бы говоря к нулю, то таким образом у нас получается некоторая вещь, которую называют интегрирование функции или интегрирование функции от Риммана. Здесь мы танцевать начинаем от как бы от Икса. То есть у нас есть Ф от Икса, от Игрек, но мы начинаем танцевать от Икса. Что очень интересно. Сразу же мы сталкиваемся с громадным количеством проблем. Оказывается, далеко не все функции, интегрируемые по Римману. Очень легко придумать такую функцию, которую те, кто меня давно знают, могут ее очень понять, она обозначается буковкой ДХ. Значит, если могу раскрыть тайну, я вот так подписываюсь. Да, это Данилов. Но на самом деле это стилизованная ДХ функция Дирехле, которая не интегрируема по Римману, интегрируема по Лебегу. Теперь одно дело сделать следующий вывод. И построить некоторое множество, которое будет не интегрируемой по Лебегу. Вот. Стираю, да? Опа. Значит, я это дело стираю. Значит, Лебеговская идея же, она состоит в следующем. Плясать не от Икса, а плясать от Игорька, вот этого самого. То есть пытаться не... А, я про Дирехле забыл рассказать, да. Все стерл и забыл сказать. Еще раз про Дирехле. Дирехле это такое, такая вещь, которая ставит соответствие функции всем иррациональным числам ноль, да, если у вас, скажем, х иррациональный, да, а если х рациональный, то она будет ставить у будет равна единице, а х иррациональный, будет следовать, что у нас сикрик равняется нулю. Это вот такая функция Дирехле. Вот такая вот забавная функция Дирехле. Значит, в чем разница между множеством рациональных и иррациональных чисел? Рациональные числа это те, которые поставляются в виде А на П, где А и П являются целыми числами. Так? А иррациональные числа, ну в том числе такие вещи делаются в форме, строятся в форме периодичной и десятичной дроби. То есть записываются, как бы в десятичной форме записывается, но она будет носить периодичную. Иррациональные так не записываются числа. Их невозможно записать в форме десятичной и дроби. Образцом иррационального числа является, например, корень из двух. Другим иррациональным, образцом иррационального числа является число Е. Ну и так далее. Это, кстати, очень интересно, потому что иногда их путают. На самом деле корень из двух называется, еще бывает, трансидентным числом. Да? А Е вот таким, как бы было говоря, таким и не является. Почему? Потому что корень из двух является решением квадратного некоторого уравнения. Если оно каким-то уравнением является решением, то есть в смысле степенного уравнения, то оно является трансидентным. А Е вот таким свойством не обладает. Ну вот. Просто мы попозже немножко расскажу, что иррациональных чисел гораздо больше, чемррациональных. Ну в разы. Значит, вот очень легко понять из построения этой самой функции, что тем классическим методом Римманова интегрирование выполнить невозможно. Лебеговская интегрирование у нее другое, как бы, совершенно. Риммановская, вот с Лебеговской. Здесь предлагается плясать не от х, а, грубо говоря, а плясать от у. То есть у как бы у нас покрывается некоторыми такими мерами специальными. Набор мер покрывается. Функция Дирекле начинает... Почему она становится иррациональной? Потому что у вас множество рациональных чисел, оно как бы, грубо говоря, расчетно. И она вот этими мерами, такими шариками, они все время стягиваются, стягиваются, стягиваются они в конце концов в точку. И в конце концов сумма, вот, например, от всех рациональных чисел, вот этот интеграл, он будет равен... Она его не будет видеть, эта мера. Она будет равен нулю. В то время как и рациональных чисел гораздо больше, и ты проимен, и мы проинтегрировать это дело сможем. Вот. Но, когда появилась Лебеговая мера, оказалось следующим образом, что не все, и существует и множество, которые не интегрированы по Лебегу. Ну, вот образец такого множества. Берем поверхность и берем на нее окружность некоторую. Интегрировано только, наверное, не множество, а функции? Нет, плохо сберем. Нет, это множество. Вот у тебя по поверхности... А как функции это множество интегрировано? Нет, смотри, ты уже ушел от языка иксов. Теперь берешь язык игель. Вот у тебя на игель, на оси, у тебя есть некоторая вот окружность, такая общая длина, скажем, единица. Понимаешь, да? У тебя есть эта штука. И ты его начинаешь Лебеговыми этими штучками покрывать. Ну, вот этими, мерами такими. Локальзами, да? Да. Ну, маленькими. Это в смысле что? Ну, ты координаты икс и ирек написал? Это координаты икс и ирек, но не в том смысле, что икс равняется икс уже сейчас. Икс равняется икс. Просто такая... Ну, просто на пространстве у тебя есть некоторая плоскость. Ну. Мы строим множество некоторых. Вот множество точек, вот окружность, скажем, длиной единицы, общая такая окружность, она в округе центра координат располагается. Все. То есть ты теперь должен для нее построить Лебеговую меру. Ты запросто построишь. Поскольку она у тебя окружность равна единичке, то она у тебя будет самой, значит, единичкой. Так? Так. Теперь, значит, очень легко. Икс, значит, у тебя вот Лебегового мера это окружность, но тебе равна единице. Теперь мы выполняем следующую забавную вещь. Мы понимаем, вот, например, у нас здесь есть угол, да? И вот каждую точку ты будешь, каждую точку ты можешь забить вот этой точкой-точкой Фи. Ну, углом, согласитесь, да? Ну, сюда двигаем. У тебя будет что-то такое, что значит, что у тебя все... Ты можешь построить на этом множестве совокупность классов эквивалентности. Как ты их строишь? Это будет Фи, будет равняться вот это первое Фи нулевое, да? Плюс 2ПиК, где К целое число. Понятно, да? Просто количество оборотов. Сколько их делаешь, как бы эти... То есть радиус вектора оборачивается в окружности. Именно там сколько... Вот ты его таким образом строишь. Это так. Теперь вспомним об аксиоме выбора. И возьмем... Вот мы построили такое количество классов эквивалентности, и из каждого класса эквивалентности выберем по одному элементу. Подожди, а где, собственно, классы эквивалентности? Ну, потому что все функции, которые... Все углы такие Фи1, равные как Фи0 плюс 2ПК, плюс 2ПК, где К целое число, это классы эквивалентности. Так... Потому что они описывают одну и ту же точку, типа. Ну, они одинаковые. Они различаются круга оборотов. Это понятно. Так, классы... А где? Ну, вот здесь один класс, так говорят. Для другого Фи0 будет другой. А, да. Ну да. Все есть. У тебя будет много Фи0, и их будет большое количество. Теперь, значит, вот мы так эту... значит, эту штуку сделали. Очевидным образом. Теперь пытаемся... Теперь построили... Теперь пытаемся его интегрировать согласно нашей любимой мере Лебега. Но мы его построили... А ты дал определение мере Лебега? Да. В смысле? Какой? Ну, вот я здесь рисовал, что ты уходил. Просто это как бы... То есть язык... Я говорил, что это язык как бы от Лимана отличается тем, что ты начинаешь плясать от Икса, как бы того, что... от Икса и после него как бы создавать образы. А мере Лебега ты начинаешь плясать от Игрека. То есть в Игреке ты делаешь некоторые такие... Ну, сферы, скажем, или меры, которым ты вот этот самый Игрек покрываешь. Ну, как кусочком ткани и чего-либо еще. Ну, Игрек, это же оно как бы одномерное же? Ну, да. Да, да, да. Ну, вот Игрек. Значит, это кусочки отрезков будут. На большом, вот на двух порозинах это будут такие тоже маленькие кружки какие-нибудь. Ну, вот что-то такое. Где угодно. На какую смеру сделать? Логика его другая, что ты, грубо говоря, начинаешь работать с Игрека, а Икс находишь как прообраз. Не с Иксан, знаешь, как в Валимовском определении, а с Игрека. Ты находишь как бы вот это... И ты... И после того, как ты построил там некое такое множество, которое покрывает функцию, которую тебе нужно интегрировать, после этого ты уже от него находишь и Иксовский прообраз. Ну, вот, вернемся к этой, значит, самой вещи. Мы из каждого вот этого класса великолепно-малентности мы пытаемся взять по одному элементу. Что у нас получается? С одной стороны, понятно, что совокупность здесь всех равна единице, ну, потому что изначально наше множество было длиной единицы. Да? Ты его взял. То есть, с другой стороны, Лебеговское множество, она как бы инищную точку не видит. Таким образом, совокупность всех этих классов интегрирования равна нулю. То есть, с одной стороны, вот построено таким образом классы приковарентности. Оказывается, что с одной стороны их общая Лебеговая мера должна быть равна единице, с другой стороны, их общего Лебега мера будет равна нулю. Получилось, что мы построили некоторое множество, которое является неизмеримым по Лебегу. К чему это приводит? Приводит это к такому забавному вещью, как парадокс, например, Бана Хатарского. Что такое парадокс Бана Хатарского? Почему он парадокс? А он нифига не парадокс. Он совершенно не парадокс, просто это некоторое утверждение, которое выглядит для нас совершенно образом странно и дико. На самом деле, парадокс не в том смысле, как я, как известное утверждение, утверждение «я полный лжец». Значит, рассмотрим просто сферу на этот раз. Именно, не окружность, что важно, а именно сферу. И попытаемся ее разбить на несколько кусков. Парадокс Бана Хатарского говорит, что если мы можем ее разбить на пять кусков таким образом, что из них соберутся опять две сферы, ровно такого же площади диаметра. А на чем это основное доказательство? Ну, примерно на построение на аксиоме выбора и на то, что вот эти множества, на которые измеряют. А закон сохранения множества, если такое можно высказать? Ну, его нету. То, что они являются неизмеримым и предбегом. То, что вот те вот множества, на которые. Еще там не доказывается, что при четырех разблении на четыре участка сферы вот так построить нельзя, а на беде можно. Что интересно, что если ты на поверхности положишь, просто на обычной поверхности, на плоскости, вот такую, не окружность, а круг, круг заштихованный, то ты его разбить таким образом на два круга не сможешь. А вот таким образом ты на два этих вещи его разбиваешь. То есть, минимум трехмерное пространство, да? Да. Что в трехмерном месте ты его можешь это сделать. И это чрезвычайно странно и дико смотрится. Так а это множество неизмеримого поливейка почему? Ну вот они его строят таким образом. Я саму доказательства не уникал. Все пять множеств, на которых разбиваются? По-моему, да. По-моему, все пять, да. Тогда ты, когда строишь из этих новых две сферы, получается, что они как бы и новые сферы, получается? Нет. Новые сферы, полные сферы. Полностью сферы. Полностью сферы. Абсолютно. Бездырочные. Это похоже на то, как счетное множество и эквивалентное допустим, счетное множество натуральных чисел, и эквивалентное счетное множество рациональных чисел. Похоже, да. Как же оказалось бы элементов в рациональном больше, правильно? С виду. С виду, да. А так они эквивалентны по мощности. Это похоже на это. И это кажется чрезвычайно странным образом, как мы на него посмотрим. Поэтому такая очевидная вещь, как теорема выбора, она приводит вот таким парадоксальным результатам. Ну, в первую очередь это неизмеримое поделегу множества. И второе, то, что, грубо говоря, закон сохранения материи у нас перестает существовать. То есть мы из одной сферы можем сделать две. Вот так вот. Ну, маленький. Нет. То есть прикол, что не маленький. То есть такие же. Если бы мы маленький могли сделать, было бы ничего совершенно, ничего удивительного. Точно таких же. Это странно, да? Ну, давайте еще раз обратимся к этой, значит, к аксиеме выбора и постараемся понять, чему ее странности тоже такие стоят. Откуда берется такое, да? Да, откуда такое берется. Ну, первое, что люди отмечают, что нужен некоторые правила, некоторый закон, по которому мы должны уметь выбирать элементы из каждого множества. Ну, например, на отрезке 0,1 не существует... Вот, я несу в обратную сторону, вот так. На отрезке 0,1 не существует минимального элемента. Если 0 я нас сюда не включу... Вообще-то и максимального не существует. Да, и максимального тоже. Но минимального элемента не существует. Это что означает? Если мы попытаемся сказать, что на основании аксиемы выбора мы можем выбрать сюда один элемент и с таким правилом берем с каждым множеством минимальный, то отсюда мы его взять не можем. И вроде такой признак как бы дело и не работает. Но это было бы слишком просто. Именно по такому пути, когда пытаются интерпретировать аксиоматику аксиома выбора и тут создатели Википедии, на самом деле существует еще более хитрое множество. Есть и хитрые множества, такие, которые не задают себя в явной форме. Ну, просто... Вот мы на семинаре у Олега Михайловича, то есть я пытался строить такое множество для некий один элемент. Да, известно, что есть еще другие элементы этого множества, но они сами не определены. Тогда вот самый элемент... Подробнее, да, вот это не очень понятная вещь, ты рассказывал, да. То есть, значит, из-за единицы ты можешь из-за этого множества подразумеваемое. Так она задается как-то формулой, что-то подразумеваемые элементы или еще? Так вот не формулой, просто вот описанием. Ну, там вот... Описанием, типа, как крокодил предоставить. Была некоторая... А практически все множество так задается. Они же сдаются... Множество всех этих отличников в данной школе. Как она сдаётся? Формула она сдаётся? Свойства? Почти все множество так задается. Просто бывает множество, которые сдаются перечислениями, например. Не, ну вот... розовое яблоко, красные огурецы... Выборно как раз, он же не так задаёт элементы, он же там же задаётся каким-то способом. Вытаскивается по одному элементу из каких-то множеств. Да, да, да. Но как ты делаешь... Она не задаётся вот внешним образом? Нет. Каким-то правилам? Они утверждают, что из любых множеств всегда можно стать один некий элемент, из любого множества. Взять и достать один некий элемент. И погрузить их в новое множество, которое будет множеством выборки из набора множеств. Понимаешь, да? Мы из каждого множества раз и достали. Просто спрашиваются, по какому закону? По первому закону, например, есть вот такая идея, будем из каждого множества выбирать некий минимальный элемент. Иногда это нельзя сделать, потому что здесь ты его никогда не найдёшь. Но это я говорю, это очень простой разговор, потому что здесь как бы все числа тебе заданы явно. А в том множестве, которое мы пытаемся строить, как в том, у тебя есть некий элемент, из этого некого элемента подразумевает, что в твоём множестве есть ещё какие-то элементы, но они не даны. Они, конечно, есть, но они не заданы. Не даны явно форму. Ты можешь этот элемент сюда вычислить, получить некое новое множество. Каким образом из него, как из некого подразумеваемого, ты можешь выбрать элементы? Никак не можешь. То есть, может быть, проблема состоит в том, что ты же задаёшь не просто выбрать элемент. В максимуме выбора выбрать просто элемент, а ты предлагаешь чего убрать минимальный. Это дополнительный ум. То есть, вообще, в максимуме выбора то есть не конкретизируется, каким способом ты выбираешь. И какой элемент выбираешь? То есть ты можешь из разных множеств разными способами выбирать. И разный элемент. Конечно. Я просто хочу сказать, что они хотят сказать, авторы, что аксиома выбора работает тогда, когда ты сдаешь для каждого множества некое правило, по которому ты выбираешь элемент. Зачем? Выбираешь любой. Если множество не пустое, то в нем есть элемент. Любой, какой попадется. Вот, например, как компьютер будет это делать? Любой элемент. Ну вот, любой. Любой элемент. А вот, утверждается... А ты зачем похож минимальный? Нет. А утверждается, что ты... Мы пытаемся просто критиковать эту аксиома выбора. А утверждается, что мы должны задавать некое правило, по которому мы этот элемент выбираем. Что мы не просто так можем выбрать. Тогда это приводит к таким вещам, как Бана Хатарского, да? Парадокс. А таким образом, что мы должны уметь из каждого бесконечного множества, например, 0 и 1 отрезок, это бесконечное множество. Притом оно очень большой в мощности, там очень много цифр. Бесконечно много. То есть алгоритм должен быть прописан? Да. Что должен быть прописан алгоритм с одной стороны. На это я говорю, что дело и не в алгоритме. У тебя ты можешь дать некоторое множество, которое будет подразумеваемым множеством. То есть то, что к нему принципиально, алгоритм никакой не прилагается. А как пример какой-нибудь ты такой подразумеваемым множеством? Что это такое? Я как слава пока понимаю. Ну типа множество белых обезьян? Нет, 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 не множество белых обезьян. Ну вот, например, обсуждалась такая, как бы, вещь, как, например, гегельская наука логики. И в ней есть, начинается у нас с того, с понятия непосредственного. Говорится, что непосредственно, это как бы бытие. Ну действительно, бытие это непосредственно. Но с другой стороны, непосредственно и шло всякое определенность. Следовательно, оно ничто. Бытие, тождественно, у нас ничто. Вот самое главное ничто мы вот это получили. Вот это наше, видно даже по структуре, очень похоже на то, что это вот то самое пустое множество. Но оно именно является множеством. Оно действительно пустое, оно ничто. Оно пустое. Теперь мы постараемся понять, что оно является элементом некоторого множества. Вот такую вот интуицию мы сделали. Но таким образом, в этом множестве, раз оно, должны существовать еще какие-то другие элементы. Но они там явной формы не заданы. Не даны. Вот если мы вот так попытаемся это рассуждать. Вот мое рассуждение, интересно, проходит или не проходит? Элементы чего? Вот этого пустое множество? Ну мы каким-то образом поняли, что у нас, что вот это ничто или пустое множество является элементом какого-то большого множества. Но остальные элементы в явной форме не заданы. Известно, что они есть, но непонятно каковы. Не понятно, что они есть. Ну вот это вот такой философский фокус. Ну вот представим себе вот такой философский фокус, у меня, по крайней мере, интуиция это схватывается. Что мы по поводу этого ничто, по поводу его определения говорим, что оно это ничто является элементом некоторого большого множества. Но ты же недавно говорила, что пустое множество является элементом любого множества. Ну то о чем ты тогда говоришь? Ну естественно она является элементом какого-нибудь множества. Да, какого-то. Потому что она пустой. Но другие элементы, не заданные, следовательно выбрать их, по быть может мы не можем? Или мы всегда соберём пустой элемент? Ведь я тоже думаю, что аксиоматика выбора не может звучать таким образом, что мы из каждого множества выбираем по пустому множеству. Не может быть? Не может быть. Подожди, это как-то странно. Поскольку получается, что логика такая. Пустой множество является элементом любого множества, поэтому мы можем предъявить конкретные множества и сказать, что пустой множество является их элементом. И можем просто сказать, что есть какие-то, непонятно какие множества. Они есть, но непонятно какие. И пустой множество тоже является их элементом. То есть здесь какой-то такой, как сказать? Да, да, да. Именно так. Нет, тут что-то не кто, понимаете? Так нельзя задавать множество. Это что-то уже как бы какая-то казуистика. А то, что из одного шара можно надрать двух шаров, это не казуистика? Ну это да, но... Я бы еще согласен был, что рациональные числа, типа равномочные счетные числа. Тут еще вроде как, поскольку... Ну не знаю, может быть это эквивалентный результат, конечно, тому, что может шар так разрезать. В каком-то смысле да. Ведь в чем интерес к аксиому выбору состоит? Потому что она кажется первой попыткой очевидной. Да? Ну на самом деле в математике тоже тут не все так просто. Атаковать аксиому выбору еще не так-то просто. Потому что, допустим, если ты его уберешь по аксиому выбору, вообще весь современный функциональный анализ просто рулит. Потому что, например, такая вещь, как теорема Ханна-Банаха не докажет, если это съемный выбор. А Ханна-Банаха это по поводу... Это... 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 Это, насколько я помню, это, значит, называется, по-моему, второй фундаментальный принцип функциональной анализи и принцип продолжения. То есть, если сейчас мне память не изменяет, она, по-моему, формулируется так, что всякий линейный непрерывный функционал, занятый на некотором подпространстве, Банаха пространство, можно непрерывно продолжить на все пространство. Ну да, синий аксиом и угол, это только у тебя утверждение нет. Да? Да? Ну это же краеугольный камень, как бы. Ну, блин. Так а мы о чем? Мы не говорим о сокрушении основ. Нет, ну что... Мы же не размениваемся на эти... Я понимаю. Что значит сокрушение основ? Понимаешь, что тут как бы в математике, в каком-то смысле, тут как можно что-то сокрушить? То есть, можно взять одну аксиоматику и как бы построить как бы одну теорию, можно взять другую аксиоматику и построить другую теорию. То есть, как тут... И геометрия Лобачевского уже не сокрушила Евпиду геометрия? Да, она ее не сокрушила, но тем не менее. То это как бы очень-очень забавно. Ну вот, такая странная вещь. Вот я с точки зрения физики на это дело еще хочу посмотреть. Ведь совершенно нет никакой уверенности, что ты должен строить, например, физику на основании вещественной очи. То есть, на основании вещественных чисел. Тебя же может вполне устроить и все рациональные. А как, если у тебя есть такое сердце, как ты... А если понятие непрерывности... Как измерения? В измерении всегда у тебя какое-то число конкретное получается. Почему? В измерении всегда у тебя число рациональное. Ну, в том смысле, что она принят в небесконечной дроби, да? Да. А у тебя всегда рациональное число. Поэтому у тебя вся физика, она как бы вполне может формулироваться на рациональном языке рациональных чисел. А как это сформулируешь? У тебя не будет понятия непрерывности, дифференцируемости? Почему? Почему? А почему у тебя не будет понятия дифференцируемости? А как он все... Ну, как? А почему ты не можешь его задать на множестве рациональных чисел? Точнее, так же можешь и задать. Просто эти диксы, по которым ты будешь дифференцировать, они у тебя будут этими рациональными всегда. И дырки у тебя будут рациональными. Судя богу, на то, что рациональные числа, это же вот и есть понятие дискретность. Рациональные числа... А как между рациональными? Всегда есть между рациональными. В том смысле, что они не являются с одной стороны дискретными, числами, но с другой стороны, существенными, чем действительными. Они ни в коем случае не являются дискретными. Как? Между двумя рациональными всегда есть рациональные? Да, конечно. Поэтому там нет никакой дискретности. Это и есть дискретность, да? Как это? А что это? Нет. Дискретность, она состоит в том, что у тебя есть как кванты. Нет, ты можешь это просто. Как кванты, не какие-то минимальные участки. У тебя кванты же есть мелкие, ну там кратно, скажем, постоянная планка. Поэтому говорят о дискретности. Я понимаю, я не говорю не про эту дискретность. Я говорю, что у нас ось как бы, да? Измерения будут дискретными? Она не будет дискретной, она будет рациональной. Недискретной. И скорее всего, норрможет задать там. Перерывно, основные, дифференцированные. Да, да, да. В отличие, если бы была раку дискретности, то ты не мог задать непрерывность, не дифференцированность. А если у тебя есть нерациональные числа, то у тебя ты, значит, это дело не можешь задать. Я не интересался, потому что я думаю, что если это можно сделать, то ты давно уже сделал, наверное. Не знаю. Надо поковыряться. Тогда у нас есть действительно странный парадокс, что у нас все результаты наших измерений есть рациональное число. Мы согласились? Ну, конечные числа, да. Не всегда у нас это сделано. Почему мы работаем с этими, с действительными числами? Не приводит ли это вот к тем парадоксам? Может быть парадокс квантовой механики? Я год назад же говорил, что у нас математика типа того, что физика должна сейчас идти впереди математики. А почему в классической механике не возникает подобный парадокс? Она же на той же математике основана. Непонятно. Может быть надо с этим работать. А почему? Я же посвятил достаточно много семинаров о возможности существования микроскопических квантовых эффектов. Мы просто о них не знали. А макроскопический квантовый эффект это же просто, ну как сказать, ты так говорил, допустим, но это не является какой-то научной гипотезой. Потому что подобную гипотезу можно настрогать сколько хочешь, в общем, понимаешь? Ну, согласен, я согласен. Потому что надо хоть одну ее штук решить, и тогда это будет, значит, она таким образом сделала. Ну, по крайней мере, возникает вот такая странная вещь. Вот у меня вещей физики. То есть это отказаться просто от математики, ну, в смысле того, что порождено введением действительных чисел? Нет. Но если ты работаешь на рациональных числах, на осях, на всех прочих, без всяких вот этих увеличений, то никаких у тебя ни банок не таскало, ничего еще нет. Да, да, да. Там все просто, да. И никаких проблем связанных там с твоей же функцией и реклей. Да, 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 ничего подобного там. А вы действительно, в физике же, ну, нафиг нужен вообще Рибегов и Деграл в физике? Это не нужен. Я просто не представляю себе, когда он мог быть нужен. Римонова достаточно, обычно. Ну, в принципе, да. Не знаю, простите. Так в итоге... В итоге... Ты же теорией множество разбирался. Так что там? Какие-то есть выходы в итоге? Ну, есть выходы, значит, да. Есть всякие аксиоматики, может, мне об этом кто-нибудь когда-нибудь расскажет, может, я когда-нибудь прочитаю. Значит, которые пытаются обходиться без аксиоматики, без сексиомого выбора. Вот. Вот так. А вот то, что Олег Михайлович пытается про множество-то там строить? Ну, я думаю, что ты грозайцев прав на самом деле. Что... Не имеет отношения? Да, что и к его построению я пытаюсь теорию множества притащить за уши. Не, ну, было бы действительно любопытно было бы, если там что-то получилось. Ну, у меня есть глубокая уверенность, что правильная философская теория, построенная в духе гиггельской монтологии, должна в том числе себя порождать и теорию множества. Ну, вообще-то теория, ну да, теорию множества простая достаточно теория. И математику, математику. Вот она должна себя вот так порождать. Она на каких-то интуитивных основаниях же покоится, правильно? Да, да, да. Она должна быть сильно прозрачной. И то, что мы на семинаре Олега Михайловича столько лет ходим по окрестностям теории множества, по окрестностям, это тоже является показателем на самом деле. Да, ну... Ну, и здесь видишь, в чем проблема. Чтобы с этим работать, я все-таки в этом разделе математики слишком плохо образован, чтобы с ним работать фундаментально. С одной стороны. Хотя, с другой стороны... Там уже простые достаточно очевидные вещи. А с другой стороны, это может быть и хорошо, потому что, как бы, глаза не зашовены. Не замылены. Да, не зашовены все эти вещи. Нет увлеченности в ковырянии от таких нетривиальных утверждений, как вот... Парадокс Банхатарского. Нет во всем этом увлечения, увлеченности какой-то. На это дело можно посмотреть. А этот парадокс никак не смогли объяснить? Да, это теорема. Это не парадокс, это доказано жестко. Это даже в Википедии где-то. Там вообще надо, я рекомендую. Люди, которые строили эти разделы Википедии, ребята очень грамотные, сильные. Там есть, конечно, некоторые вещи. В частности, они не обсуждают вопроса выборные элементы из множества заданного неявно. Их вот интересуют такие вопросы, как из отрезка 0,1 выбирать. Такой же подход не теоретика множества никакой. Да, наверняка. Альтернативные. Есть много всяких подходов. Нет, просто ту же математику можешь без множества вводить. Это как бы основа. Да, да, да. Например, те же самые натуральные числа. Да, конечно. Конечно. Без теоретикой множества подхода. Вообще теоретикой множества подход как раз и породил очень много парадоксов. Да. Я ведь с этого и начал, что на сегодняшний день математика не выглядит как некий единый монолит. А разбита на три принципиально различных объекта. Они тоже математики, но это же тоже математика. Но эта математика, она разбита на три разных объекта, на внутри разных куска. Один из этих кусков, действительно, математика может с теорией множеств благополучно жить. Ее парадоксы Бана Хатарского и все остальные вовсе не волнуют. С ними я живу так. А почему должна математика, как наука, представлять какую-то монументальную глыбу, которую нельзя разделить на части и так далее? Есть три части, с вашей точки зрения. И что это? Плохо это или хорошо. Это, поскольку теория множеств у нас является, как претендует на роль основания математики, то, что у нас вся остальная математика существует вне зависимости от того, чего она является ее основанием, является, вообще говоря, определенной родой проблемой. Это означает, что математика очень мало знает о своих основаниях. И когда говорят об основаниях математики, мы наталкиваемся на удивительные вещи, в том числе на парадоксы, на прямые парадоксы. Например, парадокс «я лжец» – это прямой парадокс, в отличие от Банхатарского. Банхатарского – это не очевидная вещь, чем обычайная. Непонятно, как с этим дальше жить, тем не менее, это твердое утверждение. А там просто «а» равно не «а», когда говорят про утверждение типа «я лжец». И это как бы существует некоторая проблема, которая свидетельствует о кресле оснований. Когда твои основания приводят к большому количеству различных парадоксов, и вообще математика существует без них, а они не на основании. Таким образом мы говорим о кресле оснований. Может быть просто кризис состоит в том, что мы все хотим свести к некому максиматическому способу изложения, да? Все пытаемся свести какого-то начала, а начало просто невозможно. Ну, я же в том числе пытался и никакой максимоматики никакой не сводить, вообще ничего. Я же так на словах не говорил. Нет, ну ты говоришь про кризис оснований. Мы пытаемся получить в основании некоторых общих операций над некоторыми очень-очень объектами, которые называются множеством. Потом у тебя выяснят, что множество бывает разное. А мне удивительно, как вообще из аксиомы выбора можно вот такой парадокс получить. Ну, я тебе рассказал как. Я же тебе рассказал про кризис. Кстати, у меня есть соображение такое. Мне кажется, вот глубинная причина вот этих противоречий еще в чем заключается? Мы, ну, допустим, когда мы берем ту же самую геометрию, там, Евклидову, да? Да и вообще любую теорию конкретную, математическую. Ведь помимо аксиом, да, есть еще некие дополнительные нервные утверждения, да? Например, в Евклидовой геометрии предполагается, что мы понимаем, что значит точка лежит на прямой, что значит прямая лежит на плоскости. То есть еще некая, помимо аксиом, есть некая система отношений, о которой мы договорились, что каждое из этих отношений мы понимаем. Мы понимаем, что это такое. Ну и действительно, как бы точка, прямая, плоскость — это как бы примеры, конкретные примеры множеств. Когда мы имеем дело с такими действительно конкретными множествами, то, в общем, вполне оправдываемое утверждение, что мы это понимаем. Во всяком случае, трудно себе придумать какое-то альтернативное понимание, допустим, утверждение, что точка лежит на прямой, вот кроме того, кроме обычного, которое мы используем в геометрии. Ну, трудно, наверное, придумать. И такая же ситуация, я думаю, в других конкретных математических теориях. Когда мы переходим уже к рассмотрению понятия множества как некой абстракции, когда уже не на конкретных примерах, а просто абстрактные множества, то там вот эта система отношений, которая как бы уже помимо аксиом, она становится, в общем, неочевидной. Действительно, что значит выбрать из множества элементов? Из абстрактного множества? Это, в общем, не очень очевидно. Что значит выбрать напрямую точку? Ну, вроде это понятно. Во всяком случае, я говорю, трудно придумать себе какое-то альтернативное понимание, так сказать, этого отношения, кроме того, которое используется в обычной геометрии. Когда мы переходим к абстрактным множествам, в общем-то это... Понятие вот таких отношений между элементами и множествами, оно как бы расплывается. Оно становится неким неопределенным. Действительно, что значит выбрать этот конкретный элемент из абстрактного множества? Один элемент из некого абстрактного множества. Нужно ли указывать процедуру? Будет ли она одна для всех множеств или разная? То есть сразу возникает как бы масса вопросов. Неопределенность. И они порождают вот всякие такие парадоксы. Да, возникают. Ну, поэтому мы и говорим, что... Я и говорю, у них есть основания. Так, а может это еще связано, знаете, с чем? Что есть ведь определения, которые можно определить, да? Условно говоря, можно определить, что такое там... Ну, вот, например, трудно определить, что такое множество, да? Только интуитивно можно указать, что такое множество. То есть трудно определить, что такое является операция выбора этого элемента, да? Потому что это только интуитивные вещи, да? Многие вещи просто являются интуитивными, их нельзя определить. То есть в буквальном смысле формально выписать. Вот, например, Ригерс вначале говорил о пустом о нуле, да? Там пустом множество там речь была, да? Да. Как оно вводится? Оно же как-то вводится как-то извращенно, да? То есть, понятное дело, что смысл его вот такой. Ну вот это же множество, полученное путем исключения. Ну потому что мы говорим о таком... То есть для того, чтобы формально ввести в математику такую вещь, как какой-то выбор, да, это некая операциональная вещь. Для этого, ну не знаю, что надо сделать, да? Не все можно формализовать. Многие вещи нам интуитивно понятны, что это такое вот достать из коробки, достать элемент, да? Ну Стас об этом же говорим просто. Ну потому что действительно нет как бы... Почему нельзя формализовать? Потому что, ну, нельзя придумать что-то более простого. Да, именно поэтому, да. И выписать нельзя. И поэтому эта процедура, она всегда оказывается просто интуитивно понятной, очевидностью и все. Но опять-таки я говорю, что когда мы переходим от конкретных математических теорий, да, к операции с абстрактным множеством, вот эта очевидность, она как бы становится не совсем очевидной. То есть сразу возникает как бы... Нет, она, видишь, она... Это очевидность у нас есть. Просто мы когда... Мы ее пропитаемся перенести, распространить, понимаешь? Мы пытаемся это экстраполировать на все возможные случаи множества. Да, в том-то и дело, когда, правильно, когда мы речь идем о конкретных, скажем, теориях, да, вот, например, Ефлидовой геометрии, или там еще какая-нибудь, там, не знаю, ну, Ефлидовой геометрии, например, сам уже, например, тогда вот это вот становится понятно, да, вот эти вот отношения, они как бы ясны. Когда мы уже приходим к операции с абстрактным множеством, они действительно становятся какими-то не очень определенными. Просто есть, на самом деле, методология такая даже... Есть такой полоний исследователь-методолог, да, он как раз говорил о неявном знании. Есть некое знание неявное, которое просто формализовать невозможно, оно исключительно опирается на то, что некие функциональные вещи мы просто понимаем. Вот нам что-то понятно, мы не можем это определить, как бы, выписать, как бы, в неких операциях математических, мы такой математический объект создать не можем. Но нам это понятно, оно неявное, оно стоящее по ту сторону, как бы, всякого формализма. Всякий формализм ведь как тут сжиждется? Он базируется на том, что мы понимаем, что с этим формализмом делать. То есть мы открываем книжку, и мы понимаем, как он движется, да, сам-то по себе вот как существует. Только благодаря тому, что есть математик там, или есть там исследователь, который, как бы, этот формализм читает, и у него, как бы, выстраивается некая картинка, как она работает. Вот это вот есть некая неявность всегда. При любом формализме есть эта неявность. И когда эту неявность пытается уже явно в виде аксиом подставить, возникают какие-то странности. Как это так? Что тут такое? Быть может, остальные вопросы состоят в том, что, может быть, сама аксиома сформулированы как-то нечетко. Ты говоришь то же самое, что Стас, по-своему. Я понимаю, просто другими словами говорю, что это, я согласен, я об этом и говорю. Ну, я-то давай, что-то самим семинаром, если кто-то хочет высказаться, кто-то хочет высказаться еще. По этому поводу. Чтобы семинар тогда заканчивать, как бы, на удивление, вот это даже вот такая простая вещь, такая простая вещь показывает, что мы живем в прекрасном и яростном мире, в котором так много всего непонятного и загадочного, и удивительного. Причем, относящийся к тому, что казалось очень очевидным. Казалось, кажется, что... Типа математики, физики... Да, я всем предлагаю, всем даже с нашим случайным слушателем это дело понять. Я пытался таким образом, проводя вот этот достаточно простой, сильно промотивировать себя к дальнейшему поиску, там много чего еще есть интересного. Ну, вот это наиболее бросающиеся в глаза вещи. И вложнику удалось говорить достаточно просто, по-моему. Да? Просто же все. Да. Не очень понятно в каких-то местах, но, в общем-то, мы тебе просто доверяем. Потому что, ну, сам понятно, что только надо разбираться, почему из одной сферы можно напилить там дверь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok